ДИКИЙ МАХАЧ ДИКИЙ МАХАЧ ДИКИЙ МАХАЧ ДИКИЙ МАХАЧ ДИКИЙ МАХАЧ Поврежденные автомобили заблокировали внушительный участок дороги. На Новосадовой образовалась огромная пробка, а осколки пластика и стекол были разбросаны на протяжении нескольких десятков метров. Движение удалось восстановить в течение двух часов. В отношении двух водителей вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дополнительно в отношении водителя ленд-дровера вынесено определение о возбуждении дела за опасное вождение. По предварительным данным один пассажир обратился за медицинской помощью. Сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Марина Красова, Максим Гусев, События. Самарские ученые научились преобразовывать радиоактивную энергию в электрическую. Сейчас трудятся над созданием нового источника энергии. В основе инновационной технологии «Мирный атом» батарейка сможет работать без подзарядки 5000 лет. Применить ее можно будет в медицине, автомобилестроении, для беспилотников и различных датчиков. С создателями ядерной батарейки познакомилась Валерия Макарова. Виктор Иванович Чепурнов в эту лабораторию приходит уже 30 лет. Здесь ученые вместе со своей командой работают над созданием бета-батарейки. Проще говоря, вечной батарейки. Суть технологии – преобразование радиоактивной энергии в электрическую. То есть тот источник памяти, который будет подпитываться бета-батареечкой, он может существовать тысячелетия. И дело не только в бесконечном хранении информации. Разработка может применяться и в медицине, и в автомобилестроении для беспилотников или различных датчиков. Это может быть, например, в умном автомобиле. То есть там какие-то процессы. Умный дом, система, система умного дома. То есть это вообще батарейка для систем будущего. Для приборов, которые будут в будущем более распространены. Сейчас их очень мало. Самарская технология позволяет создавать автономные и при этом микроскопические источники энергии. Ученые используют особый изотоп углерода в качестве радиоактивного элемента. В отличие от аналогов, он безвреден и отличается низкой стоимостью. Эта кремниевая пластина – только исходный материал. На ее основе и будет сделана так называемая ядерная батарейка. Работать она может больше пяти тысяч лет. А значит, это просто идеальный источник энергии, допустим, для кардиостимуляторов. Настоящее спасение для тех людей, срок жизни которых ограничен работой этого аппарата. Еще одно новшество – пористая подложка из карбида кремния. Она и задерживает радиоактивное излучение ядерной батарейки. Карбид кремния – третий по твердости материал на Земле. А еще может выдержать температуру до 350 градусов. Проект самарских ученых уже на слуху. Его поддержал Российский фонд содействия инновациям и нанотехнологический центр Самарской области. К нам поступают опренные уже запросы. И они заставляют нас дополнительно работать, дополнительно искать источники финансирования для того, чтобы удовлетворить требования заказчиков. Они достаточно непростые. Сейчас группа ученых отрабатывает технологию. А первый прототип ядерной батарейки появится в ближайшие месяцы. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Кожу для космического робота создают в Самарском университете. Машина выглядит как рука-манипулятор и в перспективе заменит человека на орбите. Но для того, чтобы ремонтировать оборудование на МКС, робот должен чувствовать, что он делает. Когда первый такой робот с умной кожей полетит к МКС, смотрите в нашем следующем сюжете. Это только один палец будущей космической руки-манипулятора. На его создание ушло полгода. Ученые научили его чувствовать, когда к нему прикасаются и даже различать с какой силой. Все благодаря так называемым волоконно-оптическим датчикам. Они расположены внутри пальца по всей его длине. Соответственно, у него есть чувствительная зона. Они находятся в районе каждого сустава. Ну и, соответственно, на подушечках пальцев. Вот можно продемонстрировать принцип работы. Сгибаем палец в суставе и видим изменение сигнала. Такой чувствительной искусственной кожи интересуются чаще всего в медицине, например, для создания протезов. Однако самарские ученые уверены, технология незаменима для космоса. С помощью руки робота можно ремонтировать космический корабль, не выходя в открытый космос. Над такой системой и трудятся в этой лаборатории. Человек должен чувствовать то усилие, с которым робот захватывает детали, что-то с ней делает. Вот когда человек, уже одетый в соответствующий экзоскелет для управления роботом, будет получать обратную связь, он практически сливается с роботом. И он уже начинает, так сказать, адекватно и хорошо выполнять поставленную задачу. Вся рука будет готова не раньше, чем через два года. Работа очень кропотливая, говорят ученые. Этот прототип напечатан на 3D-принтере. Оригинальная же рука будет сделана, конечно, из металла, чтобы смогла выдержать суровые условия открытого космоса. А первый робот с самарской умной кожей должен полететь на МКС уже в 2020 году. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Еще один участок трассы М-5 приведен в нормативное состояние. Евроремонт дорожного полотна завершился недалеко от Сызрани. По этой трассе за сутки проходят в среднем 32 тысячи автомобилей. В церемонии открытия обновленной магистрали принял участие министр транспорта России Максим Соколов. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Несмотря на интенсивность работ при капитальном ремонте, участок прикрывали только один раз, всего на несколько секунд, чтобы официально перерезать красную ленту. Этот отрезок дороги длиной в 10 километров был одним из самых опасных. И вот на десятилетия вперед качество гарантирует самый строгий лабораторный контроль. На этом образце можно определить содержание щебня в асфальтобетонной смеси, битума в асфальтобетонной смеси, коэффициент уплотнения. Отбирались вырубки и испытывались в лаборатории на современном оборудовании. Теперь автомобили здесь смогут разгоняться до 120 километров в час. Трасса М5 Урал – это основная транспортная артерия России. Она связывает центральные районы с Сибирью и дальше на Дальний Восток. Общая протяженность почти 2000 километров. Из них 333 километра проходят по территории Самарского региона. Трасса строилась более 60 лет назад, поэтому время от времени некоторые ее участки обновляются, превращаясь в вот такие современные магистрали европейского типа. Этот участок отремонтировали всего за год, но это лишь мизерная часть дорожных работ, которые в 2015-2016 году выполнены в Самарской области и в России в целом. Более 6500 километров – протяженность, равная расстоянию до центра земли. Как уверяет Минтранс, все эти дороги теперь ничуть не уступают европейским и по качеству, и по комфорту. Мы внимательно изучили основные параметры комплексной программы, которая будет представлена до 1 декабря в Министерство транспорта для защиты. Потом эта программа будет утверждаться уже правительственной комиссией по транспорту. И по ее итогам уже буквально в первые весенние месяцы следующего года, как только позволит погода, температуры будут положительными. В этом году начнутся масштабные работы по приведению в нормативное состояние, обеспечению безопасности на дорогах самарской агломерации. Сегодня перед дорожным хозяйством региона стоит стратегическая задача – привести транспортную систему в порядок к Чемпионату мира по футболу. Но уже после Мундиали начнется реализация самых амбициозных проектов, в частности, строительство магистрали «Центральной» в Самаре. Олег Зверев, Константин Головин, События. В этом году в России появится 300 километров новых транспортных артерий. В Самарской области активное обновление дорожной сети продолжается с 2012 года. По словам губернатора Николая Меркушкина, если не снижать темпы работ, значительно улучшить качество дорог в регионе можно за 2-3 года. Мы приняли решение новосадовую, демократическую, довести до аэропорта Красногринскую, нижнюю дорогу, так называемую. Она у нас по программе Чемпионата мира, ее не было. Но мы приняли решение ее довести, обновить, отремонтировать, расширить в отдельных местах и довести до аэропорта вторую дорогу. В этом году регион получил из федерального бюджета 650 миллионов рублей на ремонт дорог. Деньги распределились между Самарой и Тольятти. Работы, на которые направили эти средства, уже завершаются. Крупные магистрали преображаются, но остаются проблемы в районах. Обновление требует дороги во дворах и внутриквартальные проезды. Ими планируют серьезно заняться в следующем году. В 2017-м также стартует федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Ее участником станет в том числе Самара. Один миллиард рублей будет направлен в виде субсидий на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 15 агломерациях. Куда в первую очередь попадает Самара и Самарская область, как агломерация вокруг города Самары. Это гарантировано. Будут ли дополнительные субсидии, зависит от Тольятти. Город может претендовать на грант в 500 миллионов рублей. Если на федеральном уровне решат выделить деньги в целом, за два года Самарско-Тольяттинская агломерация может получить дополнительно 3 миллиарда рублей из бюджета страны. Региональные власти добавят столько же. В этом случае дороги обновят также в Жигулевске, Сызрани, Чапаевске. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Самарские волонтеры вышли на уборку мусора на берег Самарки в районе Южного моста. Студентам институтов и техникумов помогла администрация железнодорожного района. Выдали мешки, лопаты, грабли, погрузчик и два грузовика. Чем в итоге закончилась экологическая акция «Чистый берег» увидел Сергей Кизоркин. Будущий педагог Елена Лашкина одна из первых записалась в волонтеры, когда поступила учиться в институт. Собрала активных студентов в экологический отряд. Администрация железнодорожного района Самары попросила помочь убрать мусор на берегу Самарки в районе Южного моста. Нужны были 20 добровольцев. Елена Лашкина привела 40. Волонтеры волонтерами, да, они будут убираться, да, они будут ходить на экологические акции. Но от этого ничего не изменится, если у народа не поменяется отношение к окружающей среде. Как они будут мусорить, так и будут. Просто нужно понять самому человеку, что он живет в этой окружающей обстановке, и она должна быть ему самому приятно. Для экологической акции «Чистый берег» администрация предоставила лопаты, грабли, мешки, погрузчик и два грузовика. Мусор с 16 соток в районе Южного моста вывозили на свалку 6 часов. Мы хотим помочь, то есть, почему нет? Если будет чище, и нам хорошо, и всем вокруг. Третью осень студенты самарских учебных заведений выходят на берег Самарки убрать мусор, бытовой и строительный, вывозят на свалку ежегодно по 20 грузовиков. А мусора меньше не становится. Возмущаются экологические волонтеры. В том году было, на самом деле, очень много мусора. Находились и запчасти автомобилей. Попытались собрать автомобиль, не получилось, не хватило завести, чтобы его двигателя. Ну а так, очень много разных именно мелких бытовых отходов. Цель всей этой акции – это предотвратить попадание бытового мусора в реку Самару, потому что из реки Самара собирается вода, которую мы потом пьем из наших, так сказать, кранов. Десять институтов и пять колледжей. В общей сложности более двухсот волонтеров приводили в экологическую норму Самарский берег. До этого студенты приводили в порядок загородный парк. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. С начала грибного сезона в Самаре спасатели выезжали на поиски заблудившихся 38 раз. В основном среди потерявшихся те, кто уходил в чащу один, не предупредив родных. Как сориентироваться в лесу, не имея при себе компаса, карты и навигатора, теперь знает Алина Чемерес. Часовую стрелку направляем на солнце, и половина угла, часом на циферблате, покажет направление на юг. Все, мы определились, вот юг, то есть мы заходим в лесной массив с южной стороны. Выяснить, откуда начинается путь. Первое, что необходимо сделать, заходя в лес. Определять стороны света по часам – выход для тех, у кого нет с собой карты или компаса. Михаил Мишин не раз участвовал в спасательных операциях. Говорит, порой заблудиться в лесу могут даже опытные грибники и охотники из-за лишней самоуверенности. Золотое правило любого, кто собирается в лес, одеться по погоде, иметь при себе нож, спички и заряженный телефон. Чтобы не заблудиться, важно сразу найти ориентир. Это может быть дерево, которое отличается от других, пень, муравейник, да что угодно. Исследовать ему, идти параллельно, чтобы в любом случае можно было отправиться к началу пути. Ориентироваться в лесу можно и по мху на стволах, и по кронам деревьев. Но зачастую мох растет не только с северной стороны, на это влияет роза ветров. А понять пышнее или крона с юга на глаз не получается. В этом случае специалисты советуют подстраховаться, не уходить слишком далеко вглубь леса и оставлять метки на своем пути. Сломали веточку, сломали, ни в коем случае ее не выбрасываем. Такие заметки, насечки, вот, такие для себя видные предметы. Желательно делать на уровне глаз или на уровне груди, вот, чтобы не лазить, не искать. И ветку оставляем, чтобы было видно, что она сломана. И пошли дальше. Метров через 10 опять сломали. С началом грибного сезона добавилась работа самарским спасателям. С сентября выезжали на поиск заблудившихся 38 раз. Четверых человек так и не удалось найти. Чаще всего люди пропадали в лесах под Сызренью, Тольятти, в Волжском районе. В основном среди заблудившихся пенсионеры, которые ушли в лес в одиночку, никого не предупредив. Нельзя идти в лес одному. Даже здоровому человеку любое неаккуратное движение, там, на лежащем дереве, вывих ноги, и у вас становится большая проблема выбраться из этого леса. Если вы идете за грибами, вы должны сказать своим близким, родным, куда вы идете, в какой лесной массив, где вы примерно зайдете и какое у вас контрольное время возвращения. Возьмите даже с собой свисток. Иногда помогает просто откликнуться на спасателям, подать сигнал, если у вас нет сил покричать. Специалисты предупреждают, если все-таки поняли, что потерялись, нужно бросить все силы на то, чтобы не замерзнуть в лесу и помочь спасателям себя найти. Если мы находимся вдалеке от населенных пунктов, вдалеке от дорог, находим поляну и при помощи тех же спичек или зажигалки разводим костер. Ну, первое, если мы замерзли, это согреться. Потом необходимо собрать, если осталось, то зеленую траву, зеленую траву, вот, листья зеленые или раскопать влажную, видите, вот подстилка из еловых иголок, вот, кладем на открытый огонь для того, чтобы оно гореть не будет, оно будет дымиться, чтобы белый дым поднялся над деревьями, над деревьями, вот, то есть это будет тоже уже ориентиром. Верными помощниками в лесу, говорят, эксперты могут стать и гаджеты. Через интернет можно скачать карту лесов, которые собрались отправиться по GPS-навигатору, отслеживать свое местоположение. Но главное, не терять бдительности и не уходить далеко в поисках грибных и ягодных мест. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, Василий Колдашов, События. Цементная пыль и шум погрузчиков не испугали футболистов крыльев советов. На стадионе Самара-Арена прошел первый матч. Соперники футболистов – профессионалы, но совсем в другой сфере. Хотя и на поле держались достойно. Кто победил в первой игре и насколько вырос стадион, узнала Марина Кравцова. Обстановка нестандартная. Вместо газона – бетонные плиты. Вокруг пыль, а фанатские гудки заменяют шум строительной техники. И соперники – тоже необычные сборные строителей стадиона. У крыльев советов уникальная возможность сыграть первый матч на еще незавершенной арене. И первый гол забивают рабочие. Пока это поле они знают лучше футболистов. Но в итоге крылья отстаивают право именоваться будущими хозяевами стадиона. Счет 6-3 в пользу крыльев. Футболисты оценили масштабы стройки. После игр Чемпионата мира по футболу 2018 Самара-Арена, которая сможет вместить 45 тысяч болельщиков, станет домашней площадкой команды. Все с огромным интересом приехали сюда, наблюдают за стройкой. И, конечно же, все с нетерпением ждем, когда уже арена будет готова и когда на ней можно будет сыграть какие-то первые матчи. Если посмотрим, каким стадион должен быть в итоге, то он будет лучше для всех. И для фанатов, и для клуба, и для игроков. Конечно, есть желание здесь играть. Строители наращивают темпы, чтобы вернуться в график после небольшого отставания. Работа не останавливается. На стройке трудятся полторы тысячи рабочих, 90 единиц техники. В небо взмывает основа для купола. Самара-Арена должен стать еще и одним из самых красивых стадионов в стране. Готовность стадиона практически 50%. Завершен монтаж третьей кровельной консоли. Еще три в разной степени готовности. Всего по проекту купол стадиона будет состоять из 32 таких консолей. Строители уже отработали технологию возведения и обещают ускорить темпы. Огромные металлические конструкции поднимают ввысь специальными кранами. Грузоподъемностью 350 и 600 тонн. Задача до конца этого года смонтировать половину консолей купола. Работа идет и во внутренних помещениях. Там монтируют перегородки. Вокруг арены строят наружные сети. К завершению подходят бетонные работы. Залили почти 190 тысяч тонн бетона. Осталось 40 тысяч тонн. Уже появились и места для болельщиков. На одном секторе готов верхний ряд трибун. Виден контур уже окончательной гребенки, где будет последний трибун. В октябре на этом секторе практически подойдет к концу завершения облегка трибун. И через месяц-полтора будут залиты трибуны, примерно верхняя часть, примерно на двух секторах. Нижнюю часть трибун будут монтировать после установки металлоконструкции по плану. Завершить монолитную часть стадиона должны в начале следующего года. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Долгая дорога к освящению храма. Церковь Серафима Саровского, построенная еще в 2008 году, теперь может вести полноценную службу. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий осветил храм. Его главные прихожане – дети, которые находятся на лечении. В новом православном уголке Самары побывала Мариана Мирная. Маленький, но очень уютный храм для детей освящает сегодня владыка Самарский и Сызранский Сергий. Он назван в честь последнего, святого Серафима Саровского, который каждого приходящего к нему встречал фразой «Радость моя, Христос воскрес». Это единственный в России храм для детей, расположенный на территории лечебного учреждения. Вера, говорят доктора, помогает поправлять не только физическое, но и душевное здоровье подрастающего поколения. Сегодня особое внимание детям, их здоровью. Это будущее. Сегодня дети, завтра народ, как говорит народная мудрость. И поэтому слава Богу, что сегодня и руководители всех уровней повернулись к детям и уделяют особое внимание. Здесь, на девятой просеке, когда-то стоял храм Казанской Божьей Матери, но был разрушен. Территория была расчищена под дачи. В 2008 году митрополит одобрил идею воссоздания храма и сказал, что ангелы будут всегда летать над этим местом, потому что оно святое. Но только сегодня владыка провел обряд полного освящения, и теперь в храме могут проходить молебны, литургии и причастия. Мариана Мирная, Григорий Пешаков. События. Вернулись в детство. 50 школьников из Донецка приехали в Самарскую область на оздоровление. Почти месяц они проведут в центре «Березка» в Новокуйбышевске. Проект помощи детям из Луганска и Донецка реализуется второй год при поддержке регионального правительства. На вокзале гостей встречала наша съемочная группа. 28 часов в пути пролетели незаметно, говорят юные путешественники. В Самаре все они впервые и ждут от этой поездки много впечатлений. Мы ждем того, что мы познакомимся с новыми детями. Мы так рады, что мы сюда приехали, нам такой шанс дали. Все ребята занимаются в Киевском доме творчества Донецка. Поют, танцуют, участвуют в спектаклях, увлекаются рукоделием. В Самару ребята приехали не с пустыми руками нашему телеканалу. Они подарили вот такую рукодельную тарелочку в память о своем родном городе. Отдыхать и оздоравливаться дети из Донецка будут в Новокуйбышевском центре «Березка». Средства на поездку ребят выделены из резервного фонда губернатора Самарской области. Есть дети, у которых нет домов, они живут в общежитии. Есть дети, у которых родители папы погибли. Есть дети, которые остались без крова. Это очень тяжело. И, конечно же, для них это большой шанс вообще куда-то поехать и оздоровиться. Поэтому огромное спасибо. Это большой подарок для детей. Это действительно такой огромный акт милосердия. Учитывая все обстоятельства, которые происходят у нас в Донецке, в Луганске, это очень важно. Это для деток, как они и сказали, действительно шанс отдохнуть, оздоровиться, может быть, даже наесться, я так скажу. В Новокуйбышевске дети пробудут 24 дня и вернутся домой в начале ноября. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения, отличных выходных, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова